приветствую всех зрителей у себя на канале сегодня у нас видео будет про очередной импульсный блок питания и немножко предыстории значит относительно недавно я и на основном и на этом канале снимал видео по поводу универсальных зарядных устройств для шуруповертов пояснял как они работают так далее и тому подобное эти схемы были построены на основе специализированной микросхемы например tny 267 или 268 представляют собой полноценные cv-cc то есть стабилизация тока стабилизации напряжения зарядное устройство подходит для литий-ионных аккумуляторов для большинства шуруповертов именно данные платы рассчитаны на выходное напряжение от 11 до 17 вольт с возможностью регулировки подстроечным резистором и ток до 1 и 3 ампер максимум тоже задается вторым подстроечным резистором но здесь можно сделать пересчет делители это я все также пояснял и сделать блок питания на любой буквально ток и напряжение для ваших целей для вашего шуруповерта так универсальные очень классные штуки ссылку на видео где я пояснял как это работает пояснял как делается расчет и так далее и тому подобное найдете в описании отложим эту штуку в сторону и перейдем непосредственно к основному видеоролику это небольшое отступление было неспроста так как данный источник питания который мы сегодня рассмотрим также построен на аналогичном аналогичным на той же можно сказать микросхеме это tny 268 но можно любую микросхему из этой линейки использовать блок питания представляет собой маломощный импульсный источник питания сетевой при том на выходе стабильное напряжение имеется полноценная обратная связь здесь блок снабжен всеми необходимыми защитами защита от коротких замыканий защита от перегрева и так далее и тому подобное значит все что нужно для работы имеется вот в самой вот этой микросхеме которая одновременно является шим контроллером является силовым транзистором и так далее в обвязке именно импульсного источника сетевой части как бы нет помимо микросхема ничего и вот еще конденсатор есть у нас но все остальное это клампер фильтр и все здесь выходной цепи имеется диод здесь он должен стоять пока отсутствует дросселек который в принципе и без него работает парочка конденсаторов до после дросселя обратная связь классическая на основе оптопары и регулируемого стабилитрона ну или источника опорного напряжения TL431 вот такая компактная плата которую можно использовать скажем в моем случае он будет питать маломощный паяльник выходное напряжение опять же можно сделать любым которое вам нужно можно питать заряжать смартфоны всякие и так далее и тому подобное мощность именно такого варианта составляет до там 20 ватт где-то ну плюс минус можно чуть чуть побольше снять давайте рассмотрим схему я сегодня именно покажу намотку трансформатора подробно намотку трансформатора для такой схемой ну и запустим мы проверим в работе вот собственно перед нами схема печатная плата изготовлена на заводе нашего спонсора компании GLCPCB качество как всегда превосходно никаких нареканий кстати плата двухсторонняя и ребята в описании к данному ролику можете скачать полный архив проекта там будет схема там будет печатная плата для лайфформата то есть в лайфформате для обычной технологии а также папка с названием гербер если кому-то захочется заказывать плату на заводе например компании GLCPCB то просто загружайте эту папку с названием гербер на сайт компании и оплачиваете заказ ждете вашу посылку все достаточно просто так продолжим по поводу схемы вот она перед нами здесь по входу у нас установлен небольшой термистер он на 5-10 можно использовать можно выдрать из компьютерных блоков питания можно даже вообще не ставить термистер так как в данном случае у нас емкость электролитического конденсатора после моста небольшая и пусковые токи будут не столь большими думаю что вот этого диодного мостика сполна хватит кстати мост у меня здесь на по схеме нарисованы из отдельных выпрямительных диодов здесь же я запаял готовый уже мост можно использовать как smd с обратной стороны вот так запаивать как это сделал я либо тот же мост но только для обычного поверхностного для обычного монтажа и вот сюда запаять его по входу присутствует сетевой фильтр есть здесь небольшой резистор он чисто в качестве предохранителя симфазный дроссель парочка конденсаторов разряжающий резистор на всякий случай я его тут поставил можно исключить из схемы но и дальше питание поступает на схему преобразователя здесь видим что по первичной цепи стоит рцд клампер сама микросхема с одним единственным конденсатором в обвязке и цепь обратной связи состоящаясь от трона PC817 источника опорного напряжения TL431 данный резистор у нас задает ток стабилизации эти вот резисторы задают напряжение вот обратите внимание на звездочку вот с таким раскладом выходное напряжение будет примерно 12 вольт там чуть-чуть можете отклоняться но в небольшом пределе более точно можно рассчитать делается это я уже пояснял неоднократно просто делайте расчет делителя таким образом чтобы при подаче на входе на входе делителя допустим 12 вольт в этой точке то есть на выходе было у вас два с половиной вольта это напряжение стабилизации вот этого опорного источника и все таким образом подбирайте резисторы можно также использовать один из резисторов заменить на подстроечный для более точной настройки выходного напряжения по выходу у нас также имеется небольшой индикаторный светодиод с достаточно высокоомным резистором чтобы мало кушал ну и парочка конденсаторов на 25 вольт можно и на 16 вольт если выходное напряжение в пределах 12 вольт но лучше чтобы был небольшой запас емкость от 470 микрофарад до 1000 микрофарад ну в принципе 680 470 самая оптимальная тысяча для этой схемы думаю многовато будет так дальше у нас имеется диод шотки здесь по выходу диод подбирается с током 3 5 ампера можно использовать диоды которые использованы в дежурных источниках компьютерных блоков питания они там стоят качестве примительного диода на выходе вот таким образом выглядит это диоды шотки с обратным напряжением 40 вольт 40 60 вольт можно использовать даже 30 вольт но 30 будет маловато 40 вольт минимум при токе где-то в 3 ампера на таких диодах будет падать около пол вольта то есть мощность которая будет рассеиваться на диоде это примерно 1 и 2 полтора ватта небольшая мощность но все же диод будет нагреваться даже шотки это речь о максимальных токах если собираетесь снимать максимальный ток здесь 12 вольт 2 ампера это максимум для данной схемы все будет зависеть конечно же от микросхемы в данном случае тенвай 268 самая мощная из этой линейки но в таком же корпусе есть и более мощная микросхема без всякого радиатора но возможен ее нагрев здесь тепло отводится с помощью выводов микросхемы и для этого есть вот такой большой луженый полигон это у нас масса ее желательно вот именно обильно залудить этого сполна достаточно можно еще и при желании с помощью клея например приклеить небольшой теплоотвод хотя думаю в этом нет необходимости по поводу импульсного трансформатора намотки которого сегодня мы поговорим здесь вот такой трансформатор использован в отличие от стандартного ей 20 и 19 данный трансформатор который здесь по схеме нарисован вот такого удлиненного типа ребята применяются также в дежурных источниках компьютерных блоков питания советую взять именно оттуда если нет возможности покупать достаточно здесь у меня чуть-чуть поломался но не беда мы это приклеим здесь как бы это не очень критично даже в двухтактных схемах приклеенный сердечник работает нормально в однотактных вообще никаких проблем не будет так вот такого удлиненного типа я уже смотал все заводские обмотки желательно почистить сердечник от лака ну и начать намотку обмотка у данной у данной схемы именно с применением вот этой микросхемы вот хорошая заключается в том что у нас всего лишь две обмотки первичная и вторичная то есть дополнительная обмотка самозапита у нас отсутствует здесь я привел намоточные данные первичная обмотка состоит из 150 витков в два провода 0,2 миллиметра каждая жила но можно проводом 0,3 миллиметра намотать и всего лишь один провод можно при этом использовать в данном случае выбран провод мелкого диаметра для удобства намотки а также для минимизации скин эффекта так как микросхема работает на довольно высокой частоте порядка 130 там с чем-то килогерц вторичная обмотка состоит из 13 витков намотана тройным проводом 0,5 миллиметров так ну конечно же если нет подходящего провода но то можно например намотать из более тонких проводов несколько жил необходимо также указать что на схеме указано начало намотки здесь это важно если перепутать ничего работать не будет так вообще значит первичную обмотку можно намотать разом то есть 150 витков по слой намотать между каждым слоем изоляция но я буду все-таки мотать то есть разделю обмотку на две половинки хотя для маломощных схем это не столь критично но если вы допустим разберете дежурный источник того же компьютерного блока питания то увидите что несмотря на то что эта схема тоже маломощная первичная обмотка разделена на две половинки то есть не на две равноценные половинки мотается сначала первая половина первичной обмотки затем вторичная обмотка целиком и затем вторая половина первичной обмотки сейчас я поясню как это делается для намотки первичной обмотки буду использовать вот такой провод это катушка от магнитного пускателя такие катушки с разным диаметром провода бывают я беру на местной барахолке это гораздо дешевле чем покупать магазинный обмоточный провод здесь провод хороший если катушка не сгоревшая то практически новый можно повторно использовать на плате также указаны начало намотки здесь у нас снизу как бы да получается начало намотки то же самое на плате если посмотреть и начинаем мотать так значит это вот делаем формируем небольшой вывод чтобы было удобнее наматывать и обратите внимание на каркасе есть углубление вот здесь мотается первый ряд намотки чтобы было ровно и затем ставится изоляция последующие ряды мотаются в полную длину как бы сердечника мотаем в моем случае это будет намотка по часовой стрелке мне так удобнее сразу замечу что если вот одну обмотку мотаете по часовой то вторую тоже необходимо мотать по часовой то есть все обмотки мотаются в одинаковом направлении первый ряд у нас намотан влезло 26 витков сейчас ставим изоляцию изоляцию я буду ставить обычным каптоновым скотчем но можно и родной изоляционный материал если он его вам удалось достать без повреждений поставили изоляцию наш провод не срезается а идет вместе с изоляцией теперь уже мотаем второй слой и еще кстати желательно записывать сколько витков в каждом слое чтобы не перепутать общее количество витков но таким же образом по всей длине каркаса делаем намотку намотал я еще один ряд в сумме количество витков двух рядов получилось около 70 витков это чуть чуть меньше на 5 витков меньше чем половина вот этой обмотки но это мы учтем когда будем наматывать вторую половину что сейчас делаем сейчас вот у нас конец намотки делаем вот такой небольшой отвод провод срезаем и вот сюда ставим изоляцию по поводу изоляции одного двух слоев изоляции вполне хватит так вот у нас получилось это вот это вот начало первой половины это вот конец первой половины первичной обмотки сейчас с нас требуется намотать вторичную обмотку целиком значит изначально я хотел намотать вторичную обмотку вот таким проводом 0,71 миллиметров по моему здесь 0,7 как минимум есть но потом передумал решил намотать лицентратом то есть здесь у нас раз два три четыре пять жил провода 0,3 миллиметра это опять же делается для минимизации скин эффекта так как учитывается что здесь довольно высокая рабочая частота так ну и теперь мотаем мотаем вторичную обмотку обращаю внимание на то что вот допустим если вот так установить трансформатор то снизу вот этот отвод является началом первичной обмотки следовательно начала вторичной обмотки у нас должно быть сверху то есть так здесь начало первички здесь мы устанавливаем начало вторички и вот таким вот образом по часовой стрелке опять же мотаем эту обмотку целиком если будет не обходить то есть в один ряд не влезет ничего страшного можно как точно так как первичку мы мотали то есть послойно мотать и эту обмотку обмотку мотайте равномерно аккуратно старайтесь без перехлёстов вот я намотал один ряд у меня влезло 8 витков здесь уже как бы можно и не ставить изоляцию сразу вот так как напряжение маленькое можно сразу вот второй ряд намотать там несколько витков да и все первичная обмотка у нас будет полностью намотана вот таким вот образом у нас выглядит полностью намотанная вторичная обмотка значит я намотал на один виток больше расчетного хуже от этого не будет у нас все равно есть обратная связь которая будет корректировать значение выходного напряжения намотка вышла на мой взгляд довольно неплохой остается все это дело изолировать и намотать вторую половину первичной обмотки поставил изоляцию изоляцию желательно в 3-4 слоя значит сейчас мотаем вторую половину вот этой первичной обмотки вот это вот это у нас начало первой половины ну начало обмотки в целом это вот конец сейчас берем провод того же диаметра в данном случае в моем случае это 0 3 вот так скручиваем вместе с этим вот концом первой половины первичной обмотки затем в самом конце когда намотку мы завершим вот эту скрутку нам нужно залудить запаять вместе и откусить и это этот отвод на схему уже не пойдет то есть он будет тупо висеть в воздухе то есть дальше продолжаем намотку иными словами вот эта первая часть является вторая часть является продолжением первой части опять же намотку делаем по часовой стрелке послойно между слоями изоляция все точно как так как в случае первой части первичной обмотки трансформатор у нас намотан думаю что показывать именно намотку второй половины первичной обмотки не имело смысла так как процесс не отличается от намотки первой половины значит я уже все заранее залудил снял изоляцию это у нас первичная обмотка это у нас низковольтная вторичная обмотка это у нас вот тот отвод с первичной обмотки залудил запаял вместе два провода и вот так это будет висеть как бы то есть подключаться к плате не будет ну и все сверху дополнительно заизолировал вот этот вот этой родной изоляцией и теперь с нас остается только собрать этот сердечник значит я еще не приклеил это но думаю это не так уж и важно мне необходимо сейчас показать именно вот эту часть немагнитный зазор в данной схеме обязательно нужен немагнитный зазор так как это у нас однотактный обратно ход и без зазора никак значит здесь по схеме указан зазор я указал зазор 0,7 миллиметра исходя из расчета минимальный зазор между половинками сердечника должен быть около 0,6 ну там плюс минус 0,2 особой роли играть не будет если честно вот именно подобран такой сердечник с компьютерного блока питания как раз таки по той причине что они также построены по такой же топологии и сердечник там уже имеет зазор если этого зазора нету то его можно получить искусственным способом например сточить до необходимого значения вот этот центральный кир на одном на одной из половине половинок сердечника либо получить зазор с помощью листку листа бумаги подложив под центральной либо под крайние керны ну подойдет обычный чек от банкомата 1 2 3 слоя в зависимости от того какой зазор необходимо получить но дальше все стягивается вместе после того как мы проверили работу схемы работу трансформатора в схеме если все работает отлично то вот эти части можно дополнительно заклеить клеем для надежности а до этого можно просто стянуть скотчем например для проверки работоспособности трансформатора я сейчас устанавливаю все это дело на плату запаиваем все что не хватает и будем тестировать пришел я домой чтобы протестировать собранный источник питания здесь у меня стоит система гальванической развязки с ее помощью имитировать спад или скачки сетевого напряжения очень удобно подключение сделано через страховочную лампочку данный мультиметр показывает сетевое напряжение этот мультиметр показывает выходное напряжение с источника питания значит я этот тест уже проводил и успел даже спалить вот одну микросхемку случилось это по той причине что я с дури подал на вход 320 вольт это на самом деле опасно так как амплитудное значение на этом конденсаторе который здесь после выпрямителя стоит и он рассчитан на 400 вольт амплитудное значение при таком входном напряжении будет выше 400 вольт конденсатор нагрелся микросхема вышла из строя но конденсатор остался жив пришлось заменить микросхему и продолжить тесты значит сейчас вот источник функционирует значит сетевое напряжение 138 вольт выходное напряжение 9 и 36 так ну в целом этот замер необходимо делать под нагрузкой конечно же чтобы проверить стабилизацию но мне честно сказать лень вот есть такая небольшая лампочка можно было бы ее подключить но поверьте на слово здесь с нагрузкой тоже как бы стабилизация отрабатывает хотя без нагрузки хотя без нагрузки вот в ранних версиях я ставил на выходе резистор нагрузочный это необходимо чтобы корректно работала обратная связь в данном случае вот напряжение подскакивает немножечко это следствие того что отсутствует нагрузка хотя небольшая хотя бы небольшая нагрузка там пол ватта должна здесь на выходе быть можно и меньше там 2 ватта все будет прекрасно работать так обратите внимание я вот сейчас снижаю напряжение 90 вольт ну и давайте подадим больше вот 300 вольт дальше я не рискну 9 и 40 выходное напряжение как видим держится очень стабильно ничего не случается источник значит без нагрузки абсолютно абсолютно никаких шумов не издает с нагрузкой с достаточно большой нагрузка здесь я давайте выключу покажу звенит у нас дроссель я это уже проверял вот он стержень дросселя вынимал там зависимости скажем так от глубины проникновения здесь меняется звук нужно будет приклеить витки либо заменить дроссель на кольцевой в общем посмотрим звенит довольно таки ощутимо ну если все это будет находиться в корпусе не столь страшно но все таки звук есть это нужно учитывать ну вообще в однотактных схемах в общем-то идеально подогнать трансформатор дроссель достаточно трудно в домашних особенно условиях небольшой свист будет так ну давайте давайте сейчас я подключу нагрузочку проверим ток в целом добился я того что вот этот свист о котором ранее говорил полностью исчез под нагрузкой на данный момент нагрузкой является лампочка автомобильная на 21 ватт если память не изменяет так здесь просто я прижал витки дросселя и зафиксировал вот этот стержень сейчас все это работает нормально вот этот мультиметр нам показывает ток блин не видно да он показывает ток который протекает через лампочку составляет этот ток около одного и трех ампер напряжение напомню 9 с чем-то там вольт можно и дальше грузить просто мне лень искать лампочки и давайте еще я вам покажу систему защиты от короткого замыкания по поводу по поводу нагрева вот трансформатор градусов под 40 дроссель то же самое в принципе вот диод шутки чуть-чуть теплый чуть чуть более теплый градусов думаю 45 удержать палец без проблем можно но теплый так конденсатор нормально выходной конденсатор входной чуть чуть теплый видимо я видимо его емкости то ли не хватает здесь на самом деле 22 микрофарада должно быть если верить маркировке но на самом деле где-то 15 желательно увеличить и сделать так чтобы емкость была такая же как мощность блока питания в целом то есть с расчетом 1 микрофарад на 1 ватт возможно из-за этого он сейчас слегка нагревается возможно я его все-таки как-то угробил ну буду менять так вот этот входной дроссель абсолютно холодный до микросхемы я не буду дотрагиваться потому что здесь не особо видно могу случайно залезть туда куда не надо так ну в целом все отлично это работает кстати уже достаточно долго достаточно долгое время все классно никаких проблем вот эта лампочка уже нагрузка так как достаточно мощная лампочка нить накала засвечивается довольно ощутимо ну что же давайте я отключу покажу еще и сделаю короткое замыкание и обратите внимание на вот эту лампочку замкнул выход абсолютно ничего не случается вот то есть источник уходит в защиту так провожу форс-мажорное испытание опять же напряжение сделал большое 320 вольт при котором взорвалась вот эта микросхема вот это как видим пока еще выдерживает видимо из одной партии микросхема но разные так значит сейчас я буду делать короткое замыкание при таком большом вот напряжении входном и смотрите вот ничего абсолютно не происходит искра тут появляется вот блок обратите внимание лампочка горит замыкаю это вот страховочная лампочка никак не засвечивается нить накала то есть все прекрасно отрабатывает источник питания короткое замыкание вот таким вот образом выглядит собранная плата пока еще ничего не чистил ну уже как бы можно все тесты пройдены но этот резистор не обращайте внимание это резистор в цепи делителя опорного источника так я также убрал один из конденсаторов здесь у меня стояли две по 1000 микрофарад это лишнее можно ограничиться и одной емкостью на 1000 микрофарад а еще вот этот конденсатор находился близко к диоду шутки который нагревается и греет конденсатор что нежелательно хотя вот эти конденсаторы по моему на 105 градусов и предназначены для таких таких режимов работы так что еще но в целом могу только порекомендовать эти микросхемы копеечные вообще нет в обвязке можно сказать компонентов и справиться думаю любой единственная проблема это намотка трансформатора то есть если нет определенного опыта то намотать нормальный трансформатор довольно таки проблематично особенно для однотактных схем но в целом источник очень простой очень хорошая стабилизация кстати еще в сети очень много схем на основе этих микросхем и практически во всех используется в качестве опорного источника обычный стабилитрон так что как вариант можно упростить еще больше схему поставив вместо TL431 просто обычный стабилитрон на необходимое напряжение стабилизаций но конечно же вот такой опорный источник гораздо более высокоточный высоко стабильный чем обыкновенные дешевые стабилитроны на этом друзья все мне остается напомнить что герберы для заказа печатных плат на заводе а также печатную плату для обычной домашней лут технологии найдете в описании если это видео было чем-то полезным оценивайте его делитесь с друзьями ну и подписывайтесь на мой инстаграм до новых встреч пока